Прежде всего, я хочу выразить полное согласие с вами, что далеко не все могут выдерживать темп современной жизни. Это тяжело. Безусловно, все мы выдержим, если мы только хотим, если мы верим во Всевышнего и понимаем, что Он не даст нам задачи, которые мы не можем выполнить. Но все равно это тяжело. Это мне тяжело, это вам тяжело. Наверное, я не знаком с вами. Это всем тяжело. И не только темп современной жизни, но всю современную жизнь. Более того, это даже очевидно, потому что чем ближе мы приближаемся к 6000-му году, а осталось 200 лет только с чем-то, 220 лет примерно, чем ближе мы к этому. А это последний срок, мы должны завершить нашу работу. Тем больше наш хозяин, наш господин на небе будет завинчивать гайки и подталкивать нас к более интенсивной работе. Значит, жизнь будет более интенсивная. Я думаю, понятно, правда? Значит, все более и более интенсивно, все более и более трудно. И даже обычные люди, которые не очень задумывают, ну задумайтесь, пожалуйста. Хотя, может быть, наши посетители, слушатели, все необычные люди. Я думаю, что даже необычные, потому что наш сайт необычный сайт тоже. Но задумайтесь, что творилось за последние, смотря по возрасту, 10 лет, которые вы помните, 20 лет, 40 лет. Я по возрасту хорошо помню уже 60 лет. Как это все изменилось? В сегодняшний мир и 60 лет назад, в сегодняшний мир и 40 лет назад, в сегодняшний мир и 10 лет назад, это разные мнения. Представляете? Завинчивает гайки все быстрее и быстрее и быстрее. Поэтому это тяжело. И поэтому, как вы говорите, вы не осуждаете монашество и монахов. Я не прошу вас осуждать. Если вы не еврей, если вы еврей, то задумайтесь, почему у нас этого нет. Собственно, вы и спросили, почему у нас нет. А очень просто. Мы же евреи, у нас другая история. У нас, как говорится, другая опера, другие песни. Нам Сам Всевышний дал задание. Сам Всевышний определил традиции нашей жизни, законы жизни, наше мировоззрение. Все Творец мира нам дал на горе Синай. 3300 с чем-то лет назад. Все нам дал. И поэтому мы можем все выдержать. И нам не нужно ни монашество, как таковое, ни быть монахом. И не имеет совершенно значения, как эти монахи живут, и что они делают, и что они не делают. Нам это не нужно. По очень глубокой причине. Не связанной с трудностями жизни совершенно. А связанной с тем, что каждому из нас Творец мира дает задание. И каждому из нас он дает задание, которое обличено в такую форму, как построение семейной жизни, как воспитание детей. Потому что каждый из нас должен быть основателем следующего поколения народа Израиля. Поэтому у нас другие задачи. Они не связаны с монашеством. Я не вхожу в детали жизни других народов и других религий. Но поверьте, совершенно не интересует ли меня, и никому не надо интересоваться. Но насколько я слышал и понимаю, это люди несемейные. И во всяком случае, законным образом у них нет детей. А что там незаконно, меня тоже не интересует совершенно. Пусть делают, что хотят. Но это не так в Торе определено. Определено, что мы должны стараться дать корень и основу следующим поколениям. Теперь человек, может быть, не может жениться, не нашел невеста, плохо, все. Но это его проблематика. Мы никому этого не желаем. Но даже в этом он должен найти себе правильную дорогу. И так же женщина не может выйти замуж. Тоже неудачно, но тоже и дорога. И для женщин, для мужчин, для каждого. Если они не могут создать семейную жизнь. Но мы говорим о евреях, которые живут по-еврейски. Только это нас интересует. Это значит, что у них есть ученики. Это значит, что у них есть люди, которых они поддерживают духовно. Наставляют. Для этого не надо быть большим раввином. Если ты еврей, который изучает Тору, ты можешь помочь очень многим людям. И эти люди будут считаться по нашим правилам твоими учениками. Потому что быть учеником учителя, это не значит, что ты у него должен изучить 25 книг. Или 150 книг. Или даже одну книгу. Если у тебя мысль, сказал одну. Я цитирую сейчас Мишну, Перкеавод. Иначе я сам бы такое не мог придумать. Одну мысль тебе сказал. Одно слово объяснил. Одну букву объяснил. Он уже у тебя учитель. Это не значит, что он у тебя главный учитель. Потому что у тебя может быть 100 таких человек, кто у тебя учили. Но это значит, что он твой учитель. Значит, ты его ученик. И точно так же к тебе это применимо. Если ты какому-то другому еврею какую-то мысль правильную историю объяснил. Слово разъяснил. Обратил внимание на букву какую-то. Он уже твой ученик. Идем дальше. Если он твой ученик. У нас говорится в Талмуде. Талмидим Кмобаним. Ученики это как дети. Значит, он твой сын. Или женщина объяснила. Какой-то другой женщин. Любого возраста. Не важно. Она уже будет как твоя дочь. Она может быть старше тебя. Младше тебя. Но это уже. То есть есть уже дети. У всех есть дети. Даже у незамужней женщины есть дети. И так далее, и так далее. Или незамужняя женщина. У нее есть какие-то родственники. Или просто даже не родственники. Есть там ребенок, сосед. Трехлетняя. Она ему что-то сказала. Или шестилетнему что-то объяснила. Это как ее сын. И таких сыновей у него может быть много. Вот это наш подход. Поэтому у евреев всегда есть дети. И поэтому евреев всегда выполняет эту миссию, функцию. Передавать следующему поколению. Но изначально нельзя полагаться на это. Изначально нужно стараться каждому, чтобы у него была семья. И были его дети. Дальше как Всевышний определить. Есть раввины, у которых не могли родиться дети. Это не важно. Это не наша задача. Есть наша задача. Есть задача у Творца мира. Поэтому всегда это есть. И поэтому, если так, то тогда мы выполняем эти задачи. И ни в коем случае нельзя быть ни монахом, ни институт монашества не может быть у нас. Потому что это будет противоречить всему нашему мировоззрению, которое дал нам Всевышний. Повторяю. Не важно, есть дети, нет детей. Не важно, женился, не женился. Конечно, важно. В смысле, что так должно быть. Но в конце, в итоге, не это определит человека. Определит, насколько он нес слова Торы в мир. Насколько он из евреев делал своих учеников. А ученик, даже если ему объяснил одно слово, то он уже твой ученик. Если так, он твой сын. А если так, то тогда ты готовишь следующее поколение. И поэтому институт монашества нам совершенно не подходит. Даже если кто-то сказал, что монах тоже может преподавать. Может преподавать. Но став монахом, он отрезал тот путь, который предложил Всевышний. Если человек старается и не мог жениться, он старался. А Всевышний определил, что он не мог жениться. А если человек стал монахом, я про мужчин говорю, тоже самое про женщин. Он отрезал это все и говорит, что он умнее, чем Творец мира. Ему виднее, как надо жить и прочее, прочее. То есть тут и гордыня в этом, и неправильность, и фальшь определенная и так далее. Я говорю только о евреях. Что делать неевреи, совершенно нас не должно интересовать. Я никогда не критикую по вопросам духовных неевреев. Я могу что-то, может быть, сказать, если они нам скажут плохое что-то. Я смогу ответить так, чтобы было ясно. Но сам по себе никогда не критикую. Это не наша задача. Мы совершенно легко и спокойно живем в мире со всеми. Можем жить. Потому что нам ни от кого ничего не надо. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok